Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях чемпион лиги ACA в среднем весе Саламу Абдурахманов. Чемпион лиги ACA в среднем весе. Мой профессиональный рейкорд 13-1 в этом году в декабре мне предстоит защитить свой титул против Магомеда Расулла Гасанова. Надеюсь мне это удастся. Будет жарко. Пригодите. Всем удачи! Саламу ассаламу алейкум. Маршалу алейкум. Саламу, в последнее время ты немного заставил скучать по себе болельщиков, любителей ММА. Многие спрашивают где Саламу, почему он не дерется, когда будет его возвращение. Твой бой официально не анонсирован, но скоро он будет уже представлен взором публики. Почему ты так долго не дрался? Расскажи нам и зрителям. У меня в последнее время травмы были. В последнее время их было очень много, как никогда. Травмы колена были, связки были порваны. После крайнего боя на одну ногу оперировали. После восстановления я пошел в зал, а там на первой же тренировке на другую ногу получил я травму. Тоже были порваны кристообразные свески. Тогда тоже пришлось оперировать. Я сейчас восстановился. Уже я почти два года не дрался после крайнего боя. Я сейчас полностью восстановился, готовлюсь. Скоро выступлю. Да, скоро твое возвращение планируется. Смотри, вот два года ты до этого, вот сейчас не дерешься, до этого у тебя были довольно-таки серьезные простои. Во время этих сложностей не возникало ли у тебя мыслей? Наверное, не суждено, может я оставлю, может не вернусь. Не было такого, что руки опускались? Иногда такое тоже бывало. Как говорится, раз уже начал, нужно доводить до конца дела. К этому стремлюсь. У тебя назначен чемпионский поединок, то есть, скажем так, чемп против чемп. Ты обладатель полноценного титула, Магомед Расул Гасанов, обладатель временного пояса. После двух лет сразу чемпионский титульный поединок пять раундов. Насколько это тяжело психологически? Не было ли у тебя мыслей, может быть, оставить свой пояс и провести рейтинговый бой, постепенно вернуться? Я уже не первый раз, так, после таких травм возвращаюсь, после таких долгих простоев, что провести рейтинговый бой, оставить пояс, такого у меня не было. Ну, я себя комфортно чувствую, не знаю, как другие, но я чувствую себя хорошо. Ну, то есть, я там пять раундов дистанций, она не пугает этого? Это не проблема. А вот болельщики, знаешь, скажем так, злые языки, многие говорили, вот, Саламу не дерется очень долго, почему вы его не лишите пояса, туда-сюда. Вот ты как к этим разговорам относишься? Мне это без разницы, пусть говорят. Магомед Расул Гасанов за время твоего отсутствия проделал очень серьезную работу, он одержал несколько таких трудовых, хороших побед, уверенных побед. Вот как ты его оценишь? Что ты видишь в нем, какие сложности и в чем свои преимущества видишь? Он такой же борец, как я, ну, по крайней мере, борется. Таких сложностей, я боюсь с ним, сверх таких сложностей я не ожидаю. Я и с бойцами получше дрался. Думаю, таких трудностей он мне не предоставил, я так думаю. А как ты считаешь, кто был лучше, чем он из твоих соперников? Я думаю, что Шамиль Абдуллаев, он и стойкий в борьбе, скоростным был, сильным, ну, практически во всех аспектах лучше этого был. А получается, что больше миллион для тебя самый сложный был, да, получается? Если ты его называешь. Он и правшой был, это тоже предоставило мне немало проблем. Левшой, да? Левшой. Левшой, да. Ну, да, это правосторонняя стойка, стойка Левши, она, скажем так, дополнительные трудности преподносит. Ну, если углубиться еще в Магомед Расулу, вот как ты оценишь его прогресс, который он совершил? Он пришел в лигу малоизвестным бойцом, да, он выиграл гран-при до этого, ASEA Young Eagles, вот пришел, и вот, я думаю, самая большая победа у него над Артемом Фроловым. Как ты же наверняка следил за ним, как ты оценишь его от прогресса, от отрезок? Я у него две бои, по-моему, видел, с Фроловым и последний бой за временный, да, с Типчиковым. Ну, в бою с Фроловым у них равный бой был, по моему мнению, могли бы отдать тому или... К любому могли отдать этот бой, равный такой бой был. А последний бой, как мы все видели и знаем, Дипчиков очень плох в борьбе. Даже тот, кто не разбирается в ММА в борьбе, он мог увидеть его слабость в борьбе. С ним он очень быстро закончил свой бой, мы посмотрим. В целом, дивизион очень хорошо укомплектован ваш. Знаешь, в последнее время стала актуальной темой. Многие сравнивают дивизион ACA и дивизион AMC Fight Night, потому что, объективно говоря, это, пожалуй, единственный дивизион организаций AMC Fight Night, который на бумаге хотя бы можно сравнить с дивизионом ACA. Там есть Магомед Исмаилов, там есть Владимир Минеев. Давай поговорим о них немного. Ты наверняка смотрел этот бой. Как тебе этот поединок? Был ли ты удивлен результатом? И до этого боя, ихнего боя, я говорил ребятам, что бой так и закончится в последних раундах. Он этот Исмаилов выдохнется. Как бы предчувствовал это. А что не так сделал Магомед, на твой взгляд? Наверное, переборщил с ними. То есть, как бы, это помешало ему, правильно? Ну, по-моему, это или он перетренировался, я не знаю. А может тактически неграмотно все, что было, выбросил сразу, не распределил силы? Ну, я, когда у него бой уже начался, он очень не спеша начал. Он бой вел очень хорошо. Не знаю, в конце что с ним случилось. Случилось то, что случилось. А не обидно ли тебе то, что Магомед Исмаилов, парень, который, знаешь, в ACA такой шум надел, ушел в другую организацию и сразу проиграл. Не принижает ли это уровень лиги ACA, как ты считаешь, на твой взгляд? Я не думаю так. Так что не считаю. Ну, оцени вот ребят, с которыми он дрался в ACA, Фролов и Василевский. Но Василевский, при всем уважении к славе, я считаю, его лучшие дни далеко позади остались. Сейчас он через раз проигрывает. Без обид для него, конечно. Бой с Иваном Штырковым прошел в 93, Семелянников в 93+. И Артем Фролов. Единственный поединок у него с топом в лиге ACA. Один боец из топ-10 был. Как ты считаешь, эта победа, она как-то показательна в плане того, что он доминировал в лиге ACA в среднем весе? Или он просто не подрался с сильнейшими? Я думаю, что он еще, когда он был у нас в лиге, он не подрался с лучшими. То, что он выиграл у Емиленко, это не значит, что он, как бы, один из сильнейших, можно сказать, в нашем весе. Емиленко, я на тренировке, я тоже с ним спарринговал. И делал то, что Исмаилов сделал с ним в бою. Никаких проблем не было. Как все знаем, Емиленко очень слаб в борьбе. Он и воспользовался своей борьбой. И выиграл свой бой. А как ты считаешь, как бы твой поединок против Минеева прошел бы? Я понимаю, что его не было и, скорее всего, не будет в ближайшее время. Но гипотетически, если представить. Ну, по-любому. Никаких бой с Исмаиловым. Этим Исмаиловым. Я и думаю, что повыносливее этого Исмаилова, не знаю, бой покажет. Если состоится бой, вы все увидите, как он пройдет. Ваш поединок против Магомеда Расула Гасанова называют в первую очередь в лиге ACA. Он сейчас именно с такой вывеской будет. И я согласен с этим, что это бой за звание сильнейшего средневеса в российском ММА. Как ты считаешь, это так? Я понимаю, что говорить о себе хорошая краска не совсем может быть, скажем так, красиво где-то. Но, тем не менее, если объективно говорить, ты согласен с тем, что сильнейший средневес в российском ММА будет определён в вашем поединке? Ну, со стороны виднее, наверное. Как все знаем, ACA — это одна из сильнейших лиг мира, можно сказать, вторая лига мира. Конкуренция ACA и конкуренция Fight Night — это очень разные вещи. и там очень мало конкуренции. Я так, в общем, наблюдаю за Fight Night. И все знают уровень ACA и уровень Fight Night. Я думаю, что наш пояс с Гасановым выявит сильнейшего на стране лучшего средневеса. Думаю так. Помимо средневесов топовых в российском ММА очень интересное выступление заокеанских наших соотечественников, в том числе и нашего земляка Альберта Дураева. Он провёл первый бой в UFC. До этого выиграл очень уверенный Дэйн Уайт контендер серии. И его поединок против Романа Копылова. Для многих он получился очень неожиданным, потому что почему-то многие считали, что Альберт по нему проедется. Хотя я даже в своих прямых эфирах всегда говорил, ребята, Альберт фаворит, конечно. Но не недооценивайте этого парня Копылова, потому что много кого побеждал. И в ММА в рукопашке так он вообще звездой был. Единственный человек, который Адлана Амагова побеждал. Он очень технично, его тяжело перевести в партер. Особенно у сетки. Ты ожидал, что такой тяжелый бой будет у Альберта? Да, я ожидал, что у него будет такой тяжелый бой. Так как Копылова я тоже знал в Fight Night. Я его бои видел. Очень такой взрывной, очень сильный боец. Ну, от Альберта многие ожидали более такого, не знаю, более такого яркого боя. Но я знал, что они практически одинаковые по уровню бойцей. Когда сталкиваются такие бойцы между собой, вот и бывает такой сложный бой для обоих. Альберт, первый раунд простоял в стойке. И как я понял, судьи отдали ему первый раунд. И это воодушевило его немного. И мне кажется, он немного бдительность потерял. Заигрался в стойке и пропустил тот самый удар. Не кажется ли тебе, что все-таки надо было ему навязывать свои сильные стороны с самого начала борьбы? Вот даже если она не проходила бы вот эти попытки наслаивать, наслаивать. Или все-таки это вымотало бы его? Как ты считаешь? Если честно, я у них первые раунды не смотрел. А, не смотрел, да? Да. Со второго раунда я смотрел их бой. Думаю, что пропущенный удар все изменило. План боя изменился у Альберта, наверное. После этого у него, думаю, не пошло то, что он задумал. Вот так думаю. А с другой стороны проявил характер, да? Да, очень. Тяжелая ситуация. Обе проявили характер. Тоже немало получал по ходу боя. Особенно второй раунд с маунта. После этого выйти в третий раунд и подраться. Это характер. Еще один средневес, топовый российский, заморский, заокеанский, скажем так, это Анатолий Токов. Он давно зарекомендовал себя. Он побеждал многих ребят известных. Но на удивление многих тоже очень тяжелый бой шарафом провел. Вот смотрел ли ты этот поединок? Да, не смотрел. Не посмотрел, да? Вот на Беллатор в Москве раздельным решением всего лишь выиграл. Хотя, как бы, многие могут с этим поспорить. Сказать, что он выиграл единогласно. Но это не суть. Очень тяжелый бой провел. И поэтому, я думаю, знаешь, учитывая все вышесказанное, ваш бой не только сильнейшего средневеса в российском ММА определит, но и сильнейшего средневеса в России как минимум одного из. Потому что, учитывая уровень конкуренции ACA, действительно, ваш поединок, он привлекает очень серьезное внимание. Ну и знаешь, вот итоговый турнир этого года, ACA 134, Краснодар, вы подеретесь именно там. Вот есть ли у тебя желание чем-то запомниться? Вот ты вернулся и вот под конец года сделать что-то такое, чтобы вот запомниться и сделать заявление. Вот, ребята, я вернулся. Есть ли у тебя такие мысли? Ну, конечно. После любого возвращения ты стремишься доказать, что ты лучший в этом весе. Особенно многие уже забыли, да? Салам вроде побеждал, но это так давно было, кажется. Да. Когда ты долгое время дерешься, люди забывают тебя. Поэтому после этого хочется людям доказать, что ты еще держишь планку. Ну, постараюсь доказать, показать себя. Думаю, у меня получится это. Мне знаешь, что интересно? Вот, средневес, именно представитель твоей весовой категории, вот, боец, который тебе нравится, чей стиль тебе нравится. Возможно, ты бы с ним подрался бы, может, не подрался бы, но за кем тебе интересно наблюдать? Есть ли такой средневес? В России или... Вообще, во всем мировом ММА. Ну, мне всегда нравился Джакаре, Саузо и Ромеро. Ихни бои мне очень нравятся. Стремился быть как они. То есть стиль похожий, да? Особенно с Ромеро. Особенно с Джакаре. Переводы, добивания, совмичные и так далее. Ну, чтобы провести с ними бой, не нужно. Явесей бой, пока что это невозможно. Ну, Ромеро вообще сейчас другой организации. Да. И Джакаре, по-моему, завершил Джакаре. Да, завершил он тоже. Ну, тебе печально видеть, как эти ребята сейчас проигрывают? Герои, скажем так, наши герои, а сейчас они проигрывают. Печально это все видеть? Ну, нельзя сказать, что Ромеро сейчас проигрывает кому-то так. Явно у него каждый проигранный бой такой равный бой бывает. А Джакаре это уже старый волк. Он, думаю, что он своевременно закончил свою карьеру. Саламу, смотри, вот еще такой момент. Вот мне кажется, определенный фактор несправедливости существует в ММА. Почему? Потому что Майкл Биспинг был чемпионом UFC. Вот сейчас поймал себя на мысли. А такие бойцы, как Ромеро или Джакаре, не были. Вот согласен ли ты с тем, что очень важно, чтобы многие детали сошлись, и чтобы тебе повезло не только твой уровень решает, но и что-то другое? Согласен с этим? Я недавно наткнулся на сториз Альберта. Он там говорил, снимал, думаю, он там в офисе UFC был. Да. Он там показывал Майкла Биспинга и говорил, что если этот человек стал чемпионом UFC, то каждый может стать. Ну, все недооценивают этого Биспинга. Неплохой же боец. То есть ты считаешь по праву, да, он стал? Да, конечно. Он же в то время, когда он стал чемпионом, выиграл… Рокхольда? Да, Рокхольда. Рокхольда, мы все знаем. Очень сильного бойца. Ну, по праву я думаю, что он выиграл. Каждый может стать чемпионом, если он к этому стремится. Ну, я думаю, знаешь, это в общем, и за его преданность этому спорту, за его долголетие, он так долго выступал на высшем уровне. Мне кажется, все-таки он действительно заслужил. Хотя, опять же, не скрою, такие мысли появляются. Вот почему Ромеро и Жакаре не стали, он стал чемпионом. Ну, это уже, наверное, какие-то личные, скажем так, предпочтения. Саламу, очень приятно с тобой пообщаться, очень приятно видеть тебя в строю. Ты находишься в хорошей форме, подсушился. Это значит, что скоро нас ждет отличный поединок. Тебе спасибо за то, что откликнулся на нашу просьбу. Под конец попрошу тебя сделать обращение к болельщикам. В общем, чего нам ждать от твоего предстоящего поединка? Заинтригуй их и нас. Ну, я со своей стороны обещаю дать жар. Думаю, бой у нас получится очень конкурентным, так как и он, и я у нас практически схожие стили. Думаю, бой получится очень ярким. Ну что ж, будем надеяться. Спасибо тебе еще раз. Удачи, увидимся на турнире. Уважаемые друзья, на этом у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Увидимся, как купите. Увидимся. Увидимся, как раз. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...